Дорогие друзья, приветствую вас! У нас сегодня первая передача гастроклуба в новом году. И поговорить хотела я о желчекаменной болезни. Казалось бы, тема очень тривиальная, уже все прекрасно знают, что почему образуются камни, что надо с камнями делать, когда они есть в желчном пузыре, какие риски. Всем кажется, что это достаточно понятное заболевание, но когда ты в реальной клинической практике каждый день сталкиваешься с пациентами, которые приходят к тебе и говорят, вот доктор, у меня обнаружили камень в желчном пузыре, он меня вообще никак не беспокоит, мне обязательно надо удалять желчный пузырь, или я могу жить с таким пузырем? Либо другой вопрос, я сходил на УЗИ, у меня обнаружили сладж, застой в желчном пузыре, взвесь, и доктор-гастроэнтеролог назначил мне препараты для разжижения желчи. Сколько я их должен пить, это вообще нужно или не нужно? И, в общем, таких вопросов их на самом деле очень много. То же самое касается каких-то непонятных наложений на стенки желчного пузыря, то ли это наложение холестерина, то ли это истинный полип, что с этим делать, опять-таки применять какие-то лекарственные препараты или удалять желчный пузырь, при каких размерах этих новообразований. И вот чтобы разобраться с этой ситуацией, я сегодня пригласила в студию врача-хирурга Лобана Константина Михайловича, и кроме того, что он хирург и занимается в своей практике ежедневно лечением таких пациентов, он еще привержен к доказательной медицине. То есть вот все то, что мы сегодня с вами будем обсуждать, это будет на основе последних очень актуальных рекомендаций, посвященных желчекаменной болезни. Поэтому, если у вас будут вопросы, вы, пожалуйста, задавайте, пишите нам в чат, мы в конце передачи на них ответим. А сейчас я передаю слово Константину Михайловичу. Здравствуйте. Здравствуйте, Валерия Олеговна. Да, действительно, тема очень актуальная, потому что порой даже к нам на прием к хирургу попадают пациенты, чаще пациентки, у которых есть камни в желчном пузыре, они их очень беспокоят, но они их беспокоят не клинически. То есть у них нет жалоб, у них нет болей. Они их беспокоят, потому что они у них есть. Психологически. Они их боятся. На самом деле, иногда очень сложно объяснить пациенту, что в 80% случаев этот камень вас до конца жизни не будет беспокоить, никак не нарушит вашу жизнь. Начнет беспокоить, приходите, удалим. С другой стороны, тоже мне сложно принять такое решение и сказать, да не надо вам оперироваться, он вас не будет беспокоить. А вдруг бывают же тяжелые случаи с осложнениями, когда камень уходит в проток, и потом пациент попадет на стол к хирургу экстренно с какими-то гнойными осложнениями, с закупоркой протока, с желтухой, и потом этот пациент придет и тебя обвинит в этом. Поэтому я всегда говорю, есть такой вариант, а есть такой вариант, а уж решение вы принимаете сами. Нам надо в этом разобраться, как правильно. Вы понимаете, мы тут... Мы, раз уж говорить про то, что мы сейчас все-таки нам положено работать в рамках доказательной медицины, доказательная медицина, она основывается на клинической эпидемиологии, которая, в свою очередь, основывается с точки зрения статистики на вероятности. Мы не можем никогда пациенту обещать ничего на 100%. Поэтому приходит к нам пациент, если у него желчокаменная болезнь, бессимптомная форма, скорее всего, в 80% случаев, мне кажется, пациент даже больше доверяет врачу, когда ему говорят такие понятные вещи, как проценты, в 80% случаев с вами ничего не произойдет. Ну, чуть что у вас появляются жалобы, конечно, вы должны всегда помнить о том, что вот у вас, в вашем желчном пузыре живет такой вот товарищ, который может в любой момент вам испортить жизнь. Но вероятность этого 20%. Хотя, на самом деле, тут важно еще помнить, что есть бессимптомная форма желчокаменной болезни, есть симптомная форма желчокаменной болезни и есть осложненная форма желчокаменной болезни. И статистика такова, что бессимптомная форма желчокаменной болезни, она действительно у большинства людей, как правило, ни к чему не приводит. Вот когда уже начинаются первые жалобы, вероятность того, что пациент в течение года поступит в хирургический стационар именно с приступом какого-то осложнения жарочекаменной болезни, он составляет от 10 до 30 процентов на самом деле. Поэтому в данном случае, конечно, с пациентом, у которого есть жалобы, уже будет вести совсем другой разговор. Тут, наоборот, можно столкнуться в некоторых случаях с другой когортой пациентов, которые говорят, что делать с этим? Вот его только удалить можно, никаких других вариантов нет. Об этом мы поговорим позже, давайте начнем сначала. Сначала я планировала поговорить вообще о том, какие бывают камни, они ведь бывают разные, мы знаем, что они бывают пигментные, холестериновые. Вот для нас, как слушателей этой передачи, важно, может быть, даже не какие бывают камни, а почему они образуются? Факторы риска образования камней, чего не нужно делать, чтобы камни в желчном пузыре не образовывались? Расскажите нам. Ну, на самом деле, здесь ничего нового. В плане, что касается холестериновых камней, которые чаще всего встречаются у пациентов, здесь ничего нового, потому что здесь патогенез их образования, он связан на нарушениях обмена веществ, всяких процессах хронического спаления, основой которых является дислепидемия. Метаболический синдром. Метаболический в том числе синдром, да. То есть это ожирение, повышение уровня. Эти пациенты, скорее всего, уже наблюдаются по поводу, или если не наблюдаются, то будут наблюдаться по поводу гипертонической болезни. Возможно, с возрастом они будут страдать с сахарным диабетом. Ожирение у нас, к сожалению, в стороне болезни не считается. То есть фактор риска развития холестериновых камней – это нарушение обмена жиров в организме, и в первую очередь это повышенная масса тела. Да, и печень, она пытается с этим справиться, она пытается экскретировать этот холестерин. В желчи. В желчи. Ну, до определенной меры холестерин может растворяться в желчи, начиная с определенного момента, он начинает кристаллизовываться, образуются камни. Параллельно с этим возникают процессы хронического воспаления в стенке желчного пузыря, которые с определенного момента приводят к необратимым изменениям. То есть это уже изучено гистологически, есть работы 18-го и даже более свежие, 22-го года, которые сравнивают гистологию стенки здоровых людей. Ну, там, правда, они не совсем здоровы, там забирали печень, желчный пузырь при панкреатно-дуаденальной резекции. И пациентов с желчекаменной болезнью. И выяснилось, что даже если у пациента не было осложнений желчекаменной болезни, все равно стенка уже изменена. То есть дело не только в составе желчи и перенасыщении холестерином, но и что холестерин как бы откладывается в толщу стенки или стенка хронически воспалительно изменена и нарушается моторика, да? В том числе, да. В том числе нарушается моторика за счет, есть такие клетки, которые отвечают за сократительную активность желчного пузыря. Они называются интерстатальные клетки кахали. И вот эти клетки, они в процессе хронического воспаления погибают. Действительно, вы правильно сказали, еще одним из проявлений хронического воспаления в стенке желчного пузыря, ну, кстати, абсолютно аналогично, как это вот бывает при атеросклерозе, это отложение холестерина в подслистом слое. То есть это холестероз желчного пузыря. Абсолютно те же самые пенистые клетки, которые патологоанатомы видят в атеросклеротических бляшках. Тот же самый хронический, как это называется, то же самое хроническое метаболическое воспаление. Вот. И это необратимое изменение. Да, можно убрать камни из желчного пузыря, но пузырь все равно уже не будет работать, как раньше. И это порой бывает очень сложно донести до пациентов. Вот. Ну, я надеюсь, многие наши коллеги это понимают и осознают. То есть, вот еще раз подчеркнем, да, что основной причиной образования камней в желчном пузыре чаще всего это холестериновые камни, которые образуются не только за счет того, что желчь перенасыщена холестерином, но и за счет того, что возникают на фоне вот этого состояния изменения воспалительные и метаболические в стенке самого пузыря. Он начинает плохо сокращаться, и это тоже способствует застою и сгущению желчи. Совершенно верно. Так. Ну, значит, таким образом, факторами риска у нас будет малоподвижный образ жизни, избыток там углеводов и жиров в питании, ожирения. Ну, в общем, вот все, что мы знаем. Просто чаще все-таки люди склонные к метаболическим нарушениям, у них манифестируют все эти нарушения именно желчекаменной болезни. А вот почему, извините, перебью, все-таки чаще желчекаменной болезни, мы же знаем, страдают женщины, женщины, которые много перенесли беременности и родов, которые находятся на какой-то гормонозаместительной терапии. И вот это же тоже является фактором риска развития. Да. Тут обратная сторона. У женщин ниже риски заболевания острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями и высшие риски желчекаменной болезни. Спасибо эстрогену. Он считает, пусть лучше холестерин выводить с желчью, пусть он лучше не сосуды поражает, а желчный пузырь. То есть это влияние женских половых гормонов. Да. Соответственно, как правило, это как раз проблема, которая возникает у женщин фертильного возраста. Потому что уже в постменопаузе немножко меняется обмен веществ. А вот еще какие-то, кроме ожирения и метаболического синдрома, есть факторы риска развития камней в желчном пузыре. Ведь иногда мы видим худого мужчину совершенно, у которого весь пузырь заполнен камнями. В чем тут дело? Ну, тот пример, который вы приводите, это, скорее всего, пациент с синдромом Жильбера. Либо с какими-то другими нарушениями. Здесь мы сейчас пока что с вами до текущего момента говорили о холестериновых камнях. Но есть же еще пигментные камни. В основе их образования тоже лежат метаболические нарушения. Но не холестерин. А просто изменение фракции желчи. Конечно, там может играть определенную роль и нарушение энтерогепатической циркуляции. Которая сейчас этому тоже уделяет внимание. Которая может быть связана с нарушением микробиома кишечника. Которая непосредственно участвует в этой энтерогепатической циркуляции. Но чаще всего это все-таки какие-то генетические или эпигенетические факторы. Ну, если молодой мужчина с желчекаменной болезнью, ищите у него какую-то болезнь обмен на холестерин. Билирубина. А вот еще я знаю, что есть какое-то генетически обусловленное тоже недостаток фосфолипидов в желчи. Да, фосфодиэтилэстераза, недостаток. А, Б, А, Д, Е, 2-ген, по-моему, называется. Это нам не обязательно знать. Да, это действительно такое заболевание. Оно достаточно редкое. Казалось бы, ну вот, честно говоря, я совсем недавно столкнулся с такой пациенткой. И у таких пациентов проблема в чем? У них, им проводят холецистектомию, а камнеобразование продолжается. В протоках камнеобразование. Да, они образуются в протоках, в том числе и интергепатические. И, честно говоря, ну вот, та пациентка, с которой рекомендации нам, что говорят, назначать таким пациентам урсодезоксихолевую кислоту в дозировке 15 миллиграмм. Миллиграмм на килограмм массы тела и более, но вот эта пациентка, она принимает 30 миллиграмм на килограмм в сутки. И что-то ей не помогает. То есть камни все равно образуются. На сегодняшний день это пока нерешенная проблема. И, по всей видимости, этих пациентов немного. Если бы их было много, давно бы уже придумали какую-нибудь генетическую терапию для них. Ну, по большому счету, то лечение, которое возможно проводить, оно патогенетическое, но не этиотропное. Так, ну, значит, подведем итог. Есть две глобальные причины образования камней в желчном пузыре. Первое, это очень редкое, когда есть генетически обусловленные нарушения обмена билирубина или фосфолипидов в желчи. Эту ситуацию мы никак не можем изменить, к сожалению. Даже если будем пить урсодозоксихолевую кислоту, скорее всего, камни все равно будут образовываться. И вторая ситуация, та, которая зависит целиком и полностью от нас и от нашего образа жизни. Если мы постараемся сделать так, чтобы у нас не было избыточного веса, достаточная физическая активность, то в этом случае, да, если у нас не будет метаболического синдрома, так общими словами говоря, то мы, скорее всего, застрахованы от образования камней в желчном пузыре. А вот я еще знаю, что камни очень часто образовываются у людей, которые решают резко похудеть. То есть вот они были полными, потом они начинают очень сильно ограничивать колораж, там едят или вообще не едят полностью, голодают или едят один раз в день, за месяц худеют на 15 килограмм, и потом приходят с желчным пузырем полным камней. Или ситуация с бариартрическими операциями, да, когда человек оперирует для того, чтобы он похудел, он худеет, но камни в желчном пузыре образуются. Вот здесь вот можете нам каратенечко рассказать? Да. То есть быстрое похудание – это тоже фактор риска, да? Да, спасибо, что напомнили об этой когорте пациентов. Действительно, в бариатрической хирургии даже в свое время проводили профилактическую холецистоктомию, особенно когда делали шунтирующие операции, вот, потому что именно шунтирующие операции, они вообще очень стремительны, очень стремительные потери веса сопровождались. Но на сегодняшний день в бариатрической хирургии просто пациентам рекомендуют те же самые препараты урсодезоксихолевой кислоты. Если мне память не изменяет, 12 миллиграмм на килограмм тела, ну, важно учитывать, что эти килограммы у пациента все время меняются, все время дозы надо коррегировать. Вот. Диетологам тоже важно об этом помнить, да, если они вдруг рекомендуют какие-то экстремальные программы похудения своим пациентам, да, им важно назначать препараты урсодезоксихолевой кислоты. Но других методов профилактики не предложишь. Опять-таки, связано это с чем? С тем, что в большом количестве начинается разрушаться липоциты и высвобождаться холестерин, который в них находится. Ну, то есть то же самое. Выведение холестерина в количествах, которых желчь не может растворить. То есть человек худеет, у него в кровь попадают вещества, которые из крови начинают выводиться через желчь, и все они там выпадают в осаду, да? Ну, здесь, наверное, еще имеет значение, что если человек начинает худеть и очень редко есть у него, и мы же помним, что желчный пузырь сокращается и опорожняется каждый раз, когда человек принимает пищу. Если человек целый день ничего не ест, то это тоже, наверное, такая механическая причина для застоя желчи. Да, на самом деле, да, помимо тех факторов риска диетических, которые уже были перечислены, есть еще один такой персональный для желчного пузыря фактор. Это длительные перерывы между приемами пищи. Это приводит к застою желчи, что, в свою очередь, увеличивает ее литогенные свойства и способствует образованию камней. То есть чем реже мы едим, тем реже сокращается желчный пузырь, тем, опять-таки, остаются большие условия для сгущения желчи и образования камней. Абсолютно. Если она перенасыщена холестерином. Да. Вот. Ну, давайте теперь поговорим все-таки, вот какие... Ну, вот пациенты спрашивают, например, пришел здоровый человек, и вот ему интересно. А что мне надо есть? Есть какие-то доказанные данные, что вот, например, если есть меньше жира, то камней будет меньше риск образования. А если есть там овощи, фрукты, там тоже. Вот расскажите нам про еду, про физическую активность, про что еще. Ну, вот про какие-то вот такие меры, которые мы реально можем использовать в жизни, которые бы нам поспособствовали для профилактики, первичной профилактики образования камней. Есть такое? Вообще, Валерия Олеговна, вы рассказываете про идеального пациента. Обычно пациент спрашивает, можно ли какую-нибудь таблетку принять, да? Ну, про таблетку мы можем поговорить, да. Соблюдать диет, образ жизни, никто этого не хочет, да? Обычно, ну, в данном случае речь идет о классической средиземноморской диете, повышенном содержании клетчатки, с пониженным содержанием липидов. Животных жиров. Животных жиров, да. Жиры желательно полиненасыщенные, собственно, которые в первую очередь изменяют характеристику липидного состава крови. Есть противоречивые данные по алкоголю, по кофе. Вот, поэтому тут сложно что-то прокомментировать. По образу жизни, подвижный должен быть образ жизни. Люди, у которых сидячая работа, сидячий образ жизни, у них гораздо чаще образуются камни в желчном пузыре. Ну, то есть это уже доказанный факт. Это доказанный факт, да. Есть большие исследования, которые на значительной популяции людей это изучали. Вот. Ну, то есть полиненасыщенные жиры, это прежде всего растительные, да? Да, растительные происхождения. Овощи, фрукты, большое количество клетчатки и поменьше животного жира. И физическая активность. Хорошо, мы поняли. Тогда вот такой вопрос. Вот, наверное, самый такой насущный. Вот ровно, наверное, раз в пять в день ко мне приходит пациент, потому что УЗИ – это очень распространенный метод обследования в нашей стране. И специалисты ультразвуковой диагностики, они очень часто пишут сгущение желчи, замазкообразная желчь, сладь в желчном пузыре. Вот такие вот заключения. Причем передо мной видит совершенно молодая, стройная девушка, которая там пять раз в неделю занимается спортом. И вдруг, значит, вот у нее такое заключение, и она уже сходила к какому-то гастроэнтерологу, который ей обязательно назначил урсодезоксихолевую кислоту для того, чтобы она это все пропила, чтобы у нее сладж разрешился. Потом эта девушка еще несколько раз ходит на УЗИ, контролирует, разрешился у нее сладж или нет. Вот, я в этих случаях обычно говорю, вот я хотела спросить, насколько правильно, да? Говорю о том, что вы же на УЗИ пришли, будучи голодной, вы часов 8-12 не ели. Желчь у вас в желчном пузыре совершенно закономерно сгущается, и УЗИст вправе видеть некоторое сгущение или даже сладж в желчном пузыре. И что как только вы покушаете, желчный пузырь сократится, он опорожнится, и от этого сладжа не останется и следа. Вам не нужно принимать никакую урсодезоксихолевую кислоту для профилактики развития желчекаменной болезни. Вам надо больше двигаться, регулярно питаться. Вот насколько это правильно? Или все-таки, если есть сладж, то надо обязательно вот уже бежать и для профилактики принимать урсодезоксихолевую кислоту. Что гласят рекомендации? Ну, сладж, в отличие от желчекаменной болезни, это состояние обратимое. Вот. Причем обратить его можно без использования препаратов урсодезоксихолевой кислоты. Есть противоречивые исследования по поводу эффективности урсодезоксихолевой кислоты, но все-таки большая часть из них и метаанализы, они склоняются к тому, что все-таки урсодезоксихолевая кислота в растворении и сладжи, и камней не очень помогает. Она эффективна там у 10% пациентов, у 10% в самых оптимистичных исследованиях 20%. Вот. Имеет ли смысл ее назначать? Ну, хуже точно не сделает врач, если только кошельку пациента. Вот, потому что это препараты, они могут переноситься сами по себе не очень, скажем так, приятно, да, то есть они могут вызывать тошноту, диспепсию. Диарею. Диарею. Но в остальном они относительно безвредны для организма, их можно принимать даже беременным. Но в чем вообще глобальный смысл? Ведь везде вот в тех же самых рекомендациях написано. Но эффективность их низкая. Что вот пока человек принимает урсодезоксихолевую кислоту, даже если у него есть склонность к образованию камней, даже если она перенасыщена холестерином, то пока он принимает урсодезоксихолевую кислоту, да, ситуация, она как бы разрешается. Но как только человек прекращает принимать, абсолютно верно. все возвращается на круги своя, если человек не изменил образ жизни, если у него все осталось так же, как есть. И при наличии желчного пузыря, если есть склонность к образованию камней, эти камни там все равно образуются. И даже вот тот же вопрос о растворении мелких камней. Раньше я сама этим занималась. Там камни 4-5 миллиметров. Мы принимаем там 6 месяцев урсодезоксихолевую кислоту. Они могут растворяться, эти камни. Но опять-таки вот в рекомендациях, ну, вы можете со мной как бы посмотреть, я вас для этого и пригласила. Да, может быть, сейчас вышли новые данные. Но, насколько я знаю, сказано, что после отмены урсодезоксихолевой кислоты, чуть ли там очень быстро, в течение нескольких месяцев, происходит рецидив, и эти камни вновь образуются. А вот по поводу сладжа, мне кажется, это вообще как бы безобидная ситуация. И сам по себе сладж не является вообще предиктором возникновения камней. Или нет, вот, ваша точка зрения? Нужно или нет? Скажем так, самый-то большой вред, на самом деле, от этой таблетки в том, что пациент будет думать, что он ее принимает, и больше ничего делать не надо. В этом-то как раз есть основная проблема. Конечно, препараты, не считая их стоимость, безобидны, но, опять-таки, доказанной эффективности у них нет. Не обладают. Не обладают. Стоят недешево. Особенно учитывая, что их там нужно выпивать, как правило, по 4-5 капсул в день. Но даже не говоря о стоимости, об эффективности, что говорят рекомендации? Нужно или присладжа? Рекомендации говорят о том, что их назначение не рекомендуется. Не рекомендуется. Но доказательная медицина должна в том числе учитывать интересы пациента, его приверженность к лечению. Но если он будет настаивать. То есть, если настаивать, то можно. Знаете, за рубежом даже, я вот удивлялся, почему в Германии до сих пор существуют гомеопаты. Потому что это востребовано. Плацебо-эффект же никто не отменял. То есть, если мы видим перед собой пациента, который очень хочет заниматься своим здоровьем и что-то принимать для профилактики, хуже не будет от урсодезооксихолевой кислоты, хуже не будет. Не будет. Но будет ли лучше, это большой вопрос. Это большой вопрос. Но существуют некоторые ситуации, когда мы урсодезооксихолевую кислоту назначаем все-таки для профилактики. Это вот как раз при быстром похудении, при бареартрических операциях. И еще, по-моему, есть одна ситуация. Прием препаратов с аматостатиной. Да, у нас есть пациенты с нейроэндокринными опухолями в желудке, которым иногда назначают аналоги с аматостатиной. И вот эти препараты, они тоже обладают таким значимым побочным эффектом. На фоне их приема часто образуются камни в желчном пузыре. И вот это тоже является показанием для назначения урсодезооксихолевой кислоты для профилактики. Итак, для профилактики камней мы назначаем при быстром похудении, после бареартрических операций и на фоне приема с аматостатина. А просто так, для профилактики желчнокаменной болезни, мы ее не назначаем. Только если будет настаивать ваш пациент. Да. Вот. Это да. Ну, смотрите, те ситуации, которые вы перечислили, да, урсодезооксихолевая кислота, она эффективна, когда риск образования камней высок, но они еще не образовались. Да. Когда они уже образовались, при условии, что они именно холестериновые, да, эффективность составляет там 10-20%. Именно для растворения теперь. Именно для растворения. То есть растворяют они плохо. Растворяют плохо. Да. Хирурги, например, очень часто назначают в каких условиях урсодезооксихолевую кислоту, то когда пациентам после вмешательства в общем желчном протоке устанавливают стенд, чаще всего пластиковый, и для профилактики именно его обструкции, то есть чтобы не образовывалась в просвете вот эта масса, которая забьет стенд, с этой целью хирурги назначают урсодезооксихолевую кислоту. Но хирурги не назначают урсодезооксихолевую кислоту с целью растворения камней. А вот еще такой вопрос. Все-таки, ну вот бывают такие пациенты, которые настаивают, они говорят, ну ладно, что низкая эффективность, я все равно хочу попробовать, потому что я не хочу жить без желчного пузыря. Мне этот орган важен. Но здесь у меня встает другой вопрос. Ну вот был камень, он начинает растворяться, он становится все мельче и мельче, правильно? Ну как я себе это представляю. И в какой-то момент на фоне вот такой повышенной текучести желчи, ведь урсодезооксихолевая кислота, она делает желчь в том числе и более текучей, эти мелкие фрагменты камня, они могут уйти в протоки и заострять там, насколько я это правильно понимаю. И это уже будет гораздо более серьезная ситуация, чем просто желчекаменная болезнь. Да, вот как вы, хирурги, к этому относитесь? Да, на самом деле именно с этим связано в свое время падение интереса к методам ультразвуковой дистанционной литотрепсии. Хотя во всех исследованиях, последние из которых опубликованы в 2009 году, говорят, что такой метод очень эффективен, почему-то никто об этих осложнениях не говорит. У нас в свое время в клинике таким методом тоже занимались. Вот, я это не застал, слава богу, но, как говорили, такие ситуации развивались нередко. И, ну, по большому счету, при попытке лечить неосложненную желчекаменную болезнь, получают осложненную желчекаменную болезнь. Да, тут аналогичная ситуация с препаратами урсодезооксихолевой кислоты. Но, честно говоря, вот в каких-то таких высокодоказательных данных, что урсодезооксихолевая кислота при растворении камней может приводить к осложнениям, честно говоря, я не встречал. Хотелось бы привести своим пациентам такие данные, но я не находил. Ну, все-таки опять, давайте так четко скажем, вот если мы обратимся к последним рекомендациям, там же есть такой пункт, и там написано «применение урсодезооксихолевой кислоты для растворения камней в желчном пузыре». Случай отказа от операции. Но в целом не рекомендовано. Не рекомендовано, да. Не рекомендовано. Да, есть, вот вы привели случай пациента, который отказывается от операции. Да, вот в рекомендациях, по-моему, в том числе вот международных. Показанием для приема препарата урсодезооксихолевой кислоты является отказ от операции. Но, честно говоря, здесь опять-таки очередной вред этой таблетке. Пациент думает, что ему предлагают какие-то равноценные методы лечения. Ничего подобного. То есть, как бы в том плане, что урсодезооксихолевая кислота не снижает вероятность осложнений желчнокаменной болезни, это факт очевидный. Да, его как бы... Скорее всего, даже повышает, да? Возможно, повышает, но статистически незначимо. Но не уменьшает. А смысл тогда ее принимать? Если вопрос стоит уже о профилактике осложнений желчнокаменной болезни, здесь уже конкретно нужно наставить на удаление желчного пузыря. И ничего лучше мы пациенту предложить не сможем. Вот. И на сегодняшний день, при нынешнем уровне развития хирургии, и анестезиологии, и терапии, когорта вот этих пациентов, которым противопоказана операция, она все сужается, и сужается, и сужается. Я, на самом деле, месяц назад оперировали пациентку 90 лет. Все нормально. То есть это не такая уж сложная и тяжелая операция, бояться ее сильно не надо, да? Мы потом поговорим, наверное, если ты оба последствиях, там, как люди живут. Я хотела вот какой вопрос еще задать. Все с большим недоумением пациенту тоже спрашивают, зачем пузырь-то удалять? Давайте мы разрежем его, камни вытащим, хорошенечко все почистим, зашьем. Почему так нельзя? Вообще, это, можно сказать, самый древний подход к лечению желчекаменной болезни. До того, как полтора века назад Карл Лангебух предложил его полностью удалять, я сказал, что у него было свое объяснение этой проблемы. Он говорил, что желчный пузырь надо удалять, потому что именно желчный пузырь продуцирует камни. Ну, в целом, может быть, он в чем-то был прав. В большом счете, мне кажется, так и есть. Но на то время, представьте, там, 1880 какой-то там год, это была прогрессивнейшая мысль просто, да? Что на самом деле у него было много противников, на самом деле. И вот даже вот, когда век спустя после Лангебуха параллельно Эрик Мюхе и Филипп Муре провели лапароскопический вариант этой операции, тут же появились люди, которые начали предлагать лапароскопический вариант удаления камней желчного пузыря с последующим его ушиванием. Вот буквально вот через несколько лет после публикации первого случая лапароскопической холецистектомии выходят статьи о проведении пузырь-сохраняющих операций. Так, в чем загвоздка? Загвоздка в том, что эффективность этих операций, она, рецидив составлял от 50 до 80%. Ну, то есть то же самое, что сурсодезоксихолевой кислоты. Как только... Ну, только, извините, это не таблетка, это операция, которая имеет все операционно-анцинологические риски, вероятности осложнений. Это уже совсем другое. То есть если пузырь остался, резервуар для сгущения желчи остался, желчь осталась такая же, как она и была по биохимическому составу, а пузырь остался такой же, с воспаленной там ригидной стенкой и не сокращается, в этом пузыре очень скоро, через несколько месяцев опять образуется камня. И самое ужасное, что на сегодняшний день где-то вот вебинар на похожую тему проводил, участвовал в данном вебинаре, и нам задавали вопросы, я не знаю, будут нам сегодня задавать такие вопросы или нет, описывая случаи в Москве, где хирурги предлагают лапароскопически удалять камни желчного пузыря, ушивать его. Честно говоря... Мне кажется, это очень популярно будет. Нет, для частных клиник это отличная, это отличная бизнес-идея, да, то есть мы удаляем вам желчный пузырь, значит, камни из желчного пузыря удаляем, вам все нравится, мы вас выписываем. Вы через три месяца приходите опять. Ну, в течение пяти лет вы возвращаетесь к нам снова, говорите, о, доктор, мне так понравилась эта операция, можно ее повторить? Конечно, все, что угодно за ваши деньги. Отличная бизнес-идея, у вас будут постоянные клиенты. А еще лучше им после этого не назначать препараты урсодезоксихолевой кислоты, чтобы они раньше к вам приходили. В общем, это бесперспективная идея лечить камни в желчном пузыре, что урсодезоксихолевой кислотой, что удалением камней из пузыря. Так что этим мы не занимаемся, вот если следуем все-таки современным тенденциям. Да, кстати, вот про пузырь-сохраняющие методики. Сейчас, на самом деле, определенная волна интереса снова к этим методикам, только теперь их делают эндоскопически. Ну, чаще всего публикуют в случае так называемых NOTES операций, когда там трансгастеральным доступом достают, или еще откуда-то трансректальным, трансвагинальным и так далее. Пузырь достают. Пузырь-сохраняющие операции, да, то есть камни из пузыря. А вот в 22-м году я видел публикацию, когда заводят проводник в желчный пузырь, ставят стенд, который практически напрямую соединяет желчный пузырь. Это вот наши китайские коллеги вот таким вот занимаются. И оттуда достают все камни. А протоки при этом не повреждаются? Вот у меня тоже к ним такой вопрос. Ну, на самом деле, мы с коллегами изучали эту статью. Там, с точки зрения науки, к ним тоже очень много вопросов. Такое чувство, что они для улучшения результатов немножко отфильтровали пациентов. То есть это все больше пока эксперименты. На людях, что самое ужасное. Когда-то мы придем к чему-то другому с желчным пузырем. Но пока, в общем, реальность такова, что если камни в желчном пузыре есть, и если эти камни симптоматические, то есть приводят к возникновению желчных колик, то здесь у нас один только вариант, это удалить желчный пузырь. Но сейчас мы еще поговорим о показаниях, кому удаляем, кому не удаляем. Мы же не всем удаляем, да, с камнями. Я сейчас прежде хотел вот о чем. Почему мы так сильно боимся? Почему наши пациенты боятся удаления этого желчного пузыря? Ну, это же не жизненно важный орган. Вот расскажите нам, вы, наверное, их наблюдаете потом все-таки, какие бывают последствия? Можно ли жить без желчного пузыря? И какие вот неблагоприятные явления, побочные эффекты встречаются после этой операции? Чего боятся пациентам? Ну, скажем так, без желчного пузыря жить, конечно, можно. Хотя желчный пузырь, несомненно, нужный орган. Но когда он, как мы объясняем пациентам, болеет, он уже свою работу не выполняет. Поэтому, когда у пациента есть желчекаменная болезнь, вопрос об его удалении, в общем-то, с ним можно спокойно прощаться. Он уже не повлияет на качество вашей жизни, на качество вашего пищеварения. Он и так в нем не так уж и участвует, да, только мешает своими камнями. Поэтому, конечно, удаление желчного пузыря, оно сопряжено с определенными проблемами. На самом деле, по самым пессимистичным обзорам, до 40% пациентов испытывают те или иные проблемы. После удаления желчного пузыря это... 40%? До 40%. До 40%. Я говорю, это самые пессимистичные данные, но тут нужно понимать, что входит в это понятие. Я вот недавно столкнулся с интересной работой, можете вот включить слайд. Есть такой термин – постхолецистоктомический синдром. Он собирательный, он, честно говоря, многие современные врачи его не любят, потому что он не отражает сути. Он собирает, как это сейчас говорят, зонтичный термин. Он собирает в себе очень много различных понятий. И вот в обзоре одного нашего коллеги, который провел в 2019 году, он проанализировал все причины вот этого постхолецистоктомического синдрома. Страданий пациентов после удаления желчного. Да, и на самом деле, если вы обратите внимание, вот до 60% нарушений – это другие заболевания, на самом деле пациента беспокоили. Вот это вот здесь вот отражено, да? То есть это… Рефлюксная болезнь, язвенная болезнь. То есть пациент болел от другой болезни, а у него увидели камни в желчном пузыре. Удалили. Увидели похожие жалобы какие-то на желчекаминную болезнь и удалили жалочный пузырь. А жалобы остались. Вот. И вот получается такая ситуация, что операцию пациент перенес, цирк уехал, а клоуны остались. А как-то часто так болели, что-то случается. То есть вот приходят пациенты, как правило, это функциональные пациенты с кучей функциональных жалоб. Стром раздраженной кишки и там функциональная диспепсия. И вот эта пациентка, она говорит, вот у меня тошнит, у меня изжога, у меня болит в эпигастре, у меня болят кишки, у меня там диарея периодически. И вот она начинает обследоваться ни в желудке, ни в кишечнике, ничего не находит. А в желчном пузыре, ну вот нашли какой-то там сладкий, там маленький полипчик или камень. И удаляет его. Она, да, вдруг понимает, что вот в чем причина, удаляет этот желчный пузырь, а все как у нее, все как болело, так и осталось. Это да, такое бывает. Вот, поэтому тут еще важно анализировать показания, да. Ряд пациентов страдает резидуальным холедохолитиазом. Это что значит? Это значит, камни продолжают образовываться в протоках? Да, ну, как, вот, по-моему, даже в этом обзоре об этом написано, что как раз большинство этих пациентов это с нарушением обмена фосфолипидов, генетически обусловленным. Часть пациентов страдает дисфункцией сфинктера ОДИ. Она, по-видимому, это, наверное, не следствие холецистектомии, это следствие желчекаменной болезни, которая обостряется на фоне холецистектомии. И, как правило, оно поддается консервативному лечению теми же самыми препаратами гиосцимина, я торговое название не буду называть, вы все их, я думаю, знаете. Ну, спазмолитик. Или тримебутина, да, селективными спазмолитиками. Отлично снимается. Ну, хирургические осложнения – это естественное следствие операции, да. На самом деле тут в этой работе завышен процент, на практике он на сегодняшний день меньше одного процента. Это меньше одного процента. Это уже алгоритмизированная операция, да, она отработана до мельчайших деталей. Есть так называемый critical view of safety, есть различные критерии того, как нужно оперировать, даже какие-то сложные пузыри, так, чтобы не повредить желчные протоки. То есть самое страшное, что может случиться, это повреждение желчных протоков. Даже само повреждение желчных протоков, оно тоже бывает разное. Можно краевое повреждение желчных протоков совершить. Это чаще всего именно так и происходит. Есть методы его лечения с помощью интернационной хирургии. Иногда его даже лечить не надо, можно наблюдать. А есть почти полное или полное пересечение желчных путей. Вот это действительно катастрофа, да, это в таких случаях операцию нужно, ну, как в рекомендациях пишут, прекращать и отправлять пациент в специализированный центр. То есть дренировать желчные пути, выводить наружу их и отправлять туда, где такие операции делают. Как правило, их делают открыто, да, хотя в нашей клинике, честно говоря, есть примеры, когда такие операции делали лапароскопически. Но все равно это инвалиды, да, эти пациенты, они потом страдают рецидивирующими холонгитами, рефлюкс-холонгитами так называемыми. У них часто развиваются стриктуры гепатики интернационной холонгитов. Это имеется в виду, когда печеночный проток пересекают? Да, но нужно понять, что это очень-очень редкие осложнения. Это и, ну, в продвинутых клиниках они имеют место, вот у нас за 4 года вот был один случай. В год проводится около 1000 операций холецистектомии. Ну, 800 тысяч по-разному, там, пандемия у нас была сложная. Ну, вот представьте, это сколько в процентах. Ну, то есть сама операция технически глобально несложная, а после операции пациенты могут опасаться, ну, самое страшное, что может случиться, это вот дисфункция сфинктероиды, да? Да, да. А еще вот бывает, что хологенные диареи, вот это вот, или это уже очень... Бывает, да, действительно. Лэн Тенштейн, вот этот автор, он описывал от 16 до 58% различные физиологические нарушения пациентов. Но, на самом деле, при коррекции диеты, иногда при назначении каких-то препаратов, прокинетиков или, наоборот, того же самого пирамида, спазмолитиков и так далее, все это можно скоррегировать. Ну, вот, ну, чаще всего эти ситуации разрешаются просто диетой, да? Ну, и, может быть, кишка адаптируется со временем, да? Да, они со временем проходят. Да, они постоянно туда стекают. Вот этот автор, он разделяет персистирующий симптом, который постоянно, и эпизодический. Вот, как правило, вот эти физиологические нарушения, они возникают у пациентов при нарушении диеты. Ну, то есть при каких-то стрессовых, там, переел чего-то жирного, да? То есть там сходил на застолье, и возникла там диарея, может, даже какие-то функциональные боли, которые сами прошли. А так, если нормально питается, даже не на какой-то там строгом пятом столе, да, а вот даже нормальная обычная диета, и болей нет. А вот пациенты очень часто еще переживают, что я теперь после удаления желчного пузыря не смогу ни в коем случае есть ничего там жирного, мне придется всю жизнь сидеть только на овсяной каше. Ну, почему? Нет. Ну, то есть я знаю, что нет, но мы должны это тоже еще раз подчеркнуть, что от того, что удалили желчный пузырь, ничего глобального в пищеварении человека не меняется. Желчь продолжает поступать в кишку, она продолжает участвовать в пищеварении, и, ну, там какая-то строгая диета, возможно, нужна там в первые две недели, да, в первые месяцы после операции. А дальше человек питается совершенно так, как он обычно питался, ну, желательно бы здоровой пищи, да. Есть один момент, который из всей диеты действительно с пациентом остается на всю жизнь после холицитоктомии. Это дробное питание. Если у пациента не было ЭПСТ проведено по поводу холидахолитиаза, то ему нужен регулярный стимул, который будет расслаблять сфинктер. Сфинктеродия, я имею в виду. Вот, и для этого пациент должен регулярно питаться, да. Я пациентам говорю, что теперь вы не должны будете делать, не считая ночные часы, мы все знаем, ночь уже не вырабатывается. Сколько раз в 2 часа, а раз в 3 часа? Нет, ну, не больше 4-5 часов. То есть каждые 4-5 часов должен быть прием пищи. Да, пациент хоть что-то должен съесть, чтобы расслабить свой сфинктеродия. А иначе будет его спазм. Ну да, это может сопровождаться функциональными болями, даже иногда функциональными желтухами такими. Был один такой пациент в моей практике. Но этот пациент просто только завтракал и ужинал. И пациенты с разным комплаенсом, нужно это понимать. Ну, в общем, резюмируя, после удаления желчного пузыря жить совершенно спокойно. Можно питаться, можно. Никакой строгой, кошмарной диеты не будет. Нужно будет только регулярно принимать пищу. Вот. И если уж все-таки бывают такие ситуации, что возникают функциональные нарушения, они, как правило, с течением времени все-таки организм адаптируется, и все приходит в норму. Но если иногда возникают сильные боли в правом подреберье, благодаря спазму сфинктера, то здесь у нас есть такие препараты, как спазмолитики, например. Или даже в случае сильных болей, наверное, можно иногда принять нестероидные противовоспалительные препараты. В общем, жить с этим можно. Это все корригируется. Теперь давайте вот этот самый ключевой вопрос. Кого оперировать, кого не оперировать? Да, извините, дополнение к вашей предыдущей фразе. Жить с этим можно, но и проблемы, с которыми сталкивается человек после холецистектомии, они не сопоставимы с теми проблемами, с которыми сталкивается человек, симптоматически осложнен желудочекаменной болезнью. Это главное, что нужно дать понять пациенту. Вот этот момент, этот месседж. Ну, то есть камни в желчном пузыре, которые есть, они могут приводить к очень серьезным осложнениям. Да, в том числе смертельным. Да. В том числе смертельным. Так, ну, переходим к показаниям, к операции. Да. Вот у нас есть две ключевые, наверное, ну, давайте на три я их разделю, все-таки группа пациентов. Первое. Это большой камень в желчном пузыре, там, 3 сантиметра. Он у пациента уже, там, 10 лет находится. Никак его не беспокоит. Пациент живет совершенно спокойно. И вот все ходит и думает, удалять мне пузыри или нет. Но никаких симптомов нет. Это первая ситуация. Вторая ситуация. Пациент, у него никаких жалоб нет, но на УЗИ ему пишут множественные мелкие камни желчного пузыря. Там пузырь на треть заполнен мелкими множественными камнями. Но симптомов нет. И третья ситуация. Это там ежемесячно повторяющиеся приступы желчной колики. Вот когда оперируем, когда не оперируем. Ну, на самом деле, рекомендации, они, в общем-то, достаточно просты в этом плане. Симптоматические случаи – это показания холецистектомии. То есть, если есть желчная колика, то мы такого пациента планово направляем удалять пузыри. Да. Все остальные конкременты в желчных путях, в желчном пузыре, они требуют наблюдательно-выжидательной тактики. Ну, а вот у этого, которого треть пузыря заполнена камнями мелкими, Вы знаете, обычно у такого пациента при подробном сборе анамнеза все-таки можно будет выявить какие-то жалобы. Потому что те ситуации, о которых Вы говорите, может быть, у него нет желчной колики. Но периодически у него есть потемнение мочи. То есть, у него есть транзиторные желтухи. Или он сам отмечал, там, какое-нибудь утро встает, а у него склеры желтые. Ну, а вот все-таки вдруг он говорит, что у меня нет никаких симптомов, я не хочу удалять пузырь, а я сижу, как гастроэнтеролог, смотрю, треть пузыря камнями мелкими заполнена. Я бы все-таки сказала, удаляйте. А Вы? Я бы сказал, нет. Нет? Если честно, да. То есть, и такой пузырь мы можем оставить? Да. Если он не дает клинической симптомы. Да, но пациента нужно как бы подготовить к тому, зачем он должен следить. То есть, ему нужно рассказать не только о симптомах желчной колики, ему нужно рассказать о симптомах желтухи. Такой пациент должен быть готов к этому. Конечно, в каких-то случаях, да, мы тоже, как я уже говорил, доказательная медицина, она допускает пациента, такой пациент-ориентированный момент. Она допускает моменты приверженности пациента к какому-то лечению. Если у пациента уже наличие таких камней, оно сопряжено с какими-то психическими нарушениями. Ну, то есть, ему самому хочется. Ну, конечно. Очевидно, что холецистомия приведет к повышению его качества жизни. А вот еще бывают такие термины, пишут узисты, отключенный желчный пузырь, когда он целиком заполнен камнями, но тоже симптомов нет. Ничего не беспокоит, а пузырь полностью. Отключенный желчный пузырь, он сам по себе никогда отключенным не бывает. Обычно это последствия приступа желчной колики или острого холецистита. Это один из исходов острого холецистита. То есть, что произошло? Вклинился камень, и желчный пузырь перестал участвовать. Ну, по сути, это физиологическая холецистоктомия уже. Такому пациенту, конечно, можно предлагать холецистомия. Она у него в физиологической точке зрения уже произошла. Как правило, это проявляется в виде водянки желчного пузыря. То есть, он что, увеличивается? Да. Но у таких пациентов нужно быть очень внимательными. Почему? Есть такая проблема, как синдром Меризи. Вот этот хронически стоящий в шейке пузырь, он может приводить к различным проблемам, связанных с холецистом, со свещами между желчным пузырем и общим желчным протоком. Это называется синдром Меризи. То есть, камень основной выход перекрыл, и образуется свещ между пузырем и желчным протоком. Может такое быть, да. Но синдром Меризи, он все-таки сопровождается желтухой, как правило. Вот. Ну, бывает просто увеличение желчного протока, да. То есть, такого пациента идем оперировать, а у него плохо дифференцируется пузырный проток. Или он у него широкий, мы не можем наложить стандартную клипсу 5-миллиметровую. В общем, к такому пациенту нужно относиться внимательнее, да, если к вам приходит пациент с отключенным желчным пузырем. Опять-таки, у такого пациента, скорее всего, был приступ. Или он на него не обратил внимания, или он, не знаю. Ну, в общем, всякие заполненные полностью пузыри, водянка, отключенный желчный пузырь, это, по сути, уже осложнение. Да, полностью заполненный желчный пузырь, так называемый фарфоровый желчный пузырь, у которого уже явление кальцинирования стенки. Это показания кальцистоктомии. Вот. А давайте еще про полипы поговорим, да. Вот это тоже, у нас осталось всего 5 минут, но мне кажется, это очень важная тема. Очень важная, согласен с вами. Когда, ну, тоже часто приходят пациенты после УЗИ, и УЗИсты всегда так туманно пишут, что есть наложение на стенки желчного пузыря. То ли это холестерин прикрепился туда, да, холестерома это, то ли это истинный полип с кровотоком. Они не описывают в большинстве своем, там, при 5-миллиметровом образовании не могут увидеть кровоток. Вот. Что делать, если у нас там несколько маленьких, вот таких, по 5 миллиметров непонятных образований, или там один размером 8 миллиметров, с кровотоком, без кровотока, какая тактика, когда удаляем, чем опасно? Смотрите, ну, я даже начну с конца, чем опасно. Полипы – это доброкачественное образование желчного пузыря. Ряд из этих полипов, они имеют склонность озлокочисляться. То есть это прямая дорога к раку желчного пузыря. Рак желчного пузыря тоже бывает. Да, конечно. Рак желчного пузыря бывает, и он занимает там, по-моему, седьмое место в рейтинге всех раков. Ну, то есть не так и редко. Вообще-то не так и редко, да. Самая неприятная ситуация, когда хирург с ними сталкивается с раком желчного пузыря во время холецистоктомии. Ну, об этом мы сегодня, наверное, не успеем поговорить. Но самая лучшая профилактика рака желчного пузыря, потому что в 90% случаев рак желчного пузыря – это аденокарцином, то есть это рак, возникающий из полипа. И в 90% случаев профилактикой рака желчного пузыря будет своевременная холецистоктомия при полипе. Вот тут… Покажите, пожалуйста, нам слайд. Да, в 22-м году вышли рекомендации, которые написаны были совместно четырьмя различными обществами, в том числе Европейским обществом эндоскопических хирургов, которые диктуют тактику, как поступать при полипах. Значит, впервые выявленный полип желчного пузыря, кроме псевдополипов, ну, тут сложно на самом деле дифференцировать. Псевдополипы – это холестероз желчного пузыря. Они, как правило, множественные, как правило, но не всегда. Да. Вот. Очень часто просто задают вопрос, а если полипы множественные? На что я неожиданно отвечаю. Если они множественные, они, как правило, доброкачественные. Вот. Значит, но если он единственный, мы не можем сказать, как правило, псевдополип или не псевдополип. УЗИ все-таки это не гистологическое исследование, да. Дальше все зависит от его размера. Если он больше 10 мм, ну, скажу даже так прямо, размер полипа коррелирует с риском возникновения рака. Это абсолютно прямая корреляция. Если он больше 10 мм, пациенту в любом случае рекомендовано удалить желчный пузырь. Если он меньше, если от 5 до 10 мм, тут зависит, тут первое, что мы задаем пациенту вопрос, он вас беспокоит? Потому что полипы чаще всего пациентов не беспокоят. Но бывает, полипы, они ведут себя как камни, вклиняются в шейку. Вот. Если они пациента беспокоят, конечно, их тоже нужно удалять. А если не беспокоят? Если не беспокоят, тут разработана вот такая стратификация риска. Если у пациента присутствует как минимум один из факторов риска, это возраст старше 60 лет, первичный склерозирующий холонгит, азиатская раса была отнесена к факторам риска, а также полип на широком основании, то есть это локальное утолщение стенки больше 4 мм, это на самом деле очень серьезный такой маркер злокачественности, то тогда пациенту рекомендовано удаление желчного пузыря. Даже при размере там 6 мм. Да, да. Вот, на самом деле, насчет локального утолщения стенки, тут все равно в пользу холецистектомии будет. В остальных случаях, если он меньше 5 мм, но присутствуют какие-то факторы риска, пациента можно наблюдать. Вот. Если он меньше 5 мм или больше 5 мм без факторов риска, без симптомов, то мы можем такого пациента наблюдать. Пока не вырастет до 1 см. Либо пока не вырастет, они в ряде случаев и не растут. То есть если пациента, вот мы 6, 12, 24 месяца понаблюдали, и они не растут, вот эти рекомендации говорят, что мы можем все оставить этого пациента. А вот этот шаг наблюдения, один год, это достаточно, не надо. Два года, 24 месяца. Нет, я имею в виду, не надо каждые 3 месяца его на УЗИ. 6, 12, 24. Ну так, по крайней мере, предложено в этих рекомендациях. 6, 12, да, поняла. То есть через полгода мы приглашаем пациента. Первый раз через полгода, да. Вот. При отсутствии роста за 2 года наблюдения пациента можно снять с наблюдения. Вот. Если он вырастает до 10 мм или растет со скоростью 2 мм в год и более, тогда мы пациенту рекомендуем холецистоктомию. Пациентов с полипами меньше 5 мм, без факторов риска, мы можем даже не наблюдать. Даже вот так вот радикально отвечают на этот вопрос. Ну, понимаете, рекомендации, они же в том числе экономическую составляющую в себе содержат. Не только в вопросах здоровья пациентов. Надо же всех успеть обследовать. Если мощности, конечно, здравоохранения хватает, можно обследовать всех. Ну, на самом деле, я хочу сказать, что вот у нас в стране как-то очень все беспокоятся по поводу желудка и кишки, наверное, благодаря нашим эндоскопистам. Там все помнят, что там полип в кишке – это ужасно. А вот к полипам желчного пузыря все как-то так вот относятся, что полип-полип. А на самом деле это тоже достаточно такой серьезный вопрос, что и оказывается в полипах желчного пузыря бывают раки. Поэтому если мы видим, что он уже становится больше 5 мм и растет, то, конечно, тут надо тоже вот очень серьезно к этому отнестись, потому что там, насколько я вот знаю, несколько случаев таких пациентов, это очень тяжелое потом течение и все это и желтуха и так далее. То есть ситуация непростая, поэтому лучше до рака желчного пузыря не доводить. Так, ну что, давайте мы теперь попросим нашего режиссера, есть ли у нас вопросы от наших зрителей. Ну, может быть, у вас есть какие-то пока нам выводят вопросы, слова в заключение на путь? Вот, пожалуй, еще один момент с показаниями холецистомии, который мы не обсудили. Честно говоря, для меня тоже было открытие. Оказывается, и у нас в стране это, как называется, гипо- и гиперкинетическая холецистопатия. Вот, но тут показаниями для холецистоктомии, ну, то есть у человека есть боли в жажстном пузыре. А камней нет? Да. То есть это какие-то моторные нарушения. И радикальным методом лечения в таком случае тоже может быть холецистомия, но как бы серьезный метод лечения, он подразумевает серьезные показания. И тут пациенту нужно проводить холецистографию с холецистокениновым тестом. А где это делают у нас? Ну, это делают, в принципе, везде, где есть отделение синтеграфии. Делают. Вот. У нас чисто теоретически в больнице тоже делают, но честно, я ни разу не слышал, чтобы назначали холецистоктомию по данному поводу. То есть если мы используя эту синтеграфию, понимаем, что желчный пузырь действительно слабо сокращается гипокинетически, или наоборот слишком сильно, там фракция выброса важна. Тогда мы можем это использовать как показание к операции? При неэффективности консервативной терапии, при фракции выброса, либо меньше 35 желчного пузыря, то есть это гипокинетически меньше 35, да, либо больше 80%, это гиперкинетический тип, мы пациенту можем рекомендовать холецистоктомию. Опять-таки ожидаемый результат – улучшение качества жизни. Ну вот есть у человека желчный пузырь, но работает он так, что портит ему жизнь. То есть, конечно, его лучше удалить пациенту. Вот нам задают вопросы. Да, прочитайте, пожалуйста, там. При УЗИ-обследовании желчного пузыря у подростка на провокацию жирной пищи выделилась всего одна единица желчи вместо восьми. В анамнезе загиб желчного пузыря, неправильная форма. Отсюда, скорее всего, проблемы с кожей. Что нужно для того, чтобы выделялось желчи достаточно при такой форме желчного пузыря? Вот я, можно сказать, это боль наша гастроэнтерологов. Вообще форма желчного пузыря, перегиб шейки, перегиб тела, там, загиб и прочее, никоим образом на моторную функцию желчного пузыря не влияет. Поэтому не надо относиться к этому как к патологии. И я бы не ориентировалась на вот эти тесты, потому что везде пишут о том, что вот эти вот УЗИ-диагностика сократимости желчного пузыря, она очень, методика не стандартизована, она зависит от очень многих показателей. Вот вы один раз сделали, у вас будет так, на следующий день вы придете, у вас будет совершенно другая картина. Поэтому я не думаю, что здесь проблема волос, кожи и прочее связана, не то, что не думаю, а уверена, она не связана с формой желчного пузыря. Мы об этом не поговорили, ну и да, мне кажется, это... Скорее всего, просто факторы риска совпадают у проблем с желчеводящими путями и у проблем с кожей. Скорее всего, там есть какие-то проблемы с микробиомом кишечника, хотя это до сих пор, на самом деле, те врачи, которые знают, как решать проблемы с микробиомом, скорее всего, они вам врут, потому что до сих пор проблемы не изучены. Ну, это очень, да, широкая. Как относиться к беззондовым тюбажам при, это получается, ДЖВ, это дискинезии желчных водящих путей? Мы не рекомендуем тюбажи ни при каких обстоятельствах. Так же, как гидроколонотерапия, очистки всех этих внутренних органов самыми различными методиками обычно ничем хорошим не заканчиваются. Это все из древности методы, поэтому не нужно этого делать. Так, дальше. Чем можно объяснить периодические боли в области желчного пузыря, с тошнотой и рвотой у здорового человека? Тут хочется получить пояснение. У этого человека провели УЗИ и не увидели камней в желчном пузыре? В общем-то, в таком случае, наверное, здесь речь идет о дискинезии желчного пузыря, которую либо надо пытаться лечить консервативно, либо в редких случаях проводить синтеграфию. Надо разбираться, если у человека есть рвота, и тем более, если она регулярная, то здесь с большими сомнениями мы можем сказать, что это здоровый человек. Безусловно, тут есть причина этому. Возможно, она кроется в желудке. Но надо разбираться тут по одному вашему предложению, мы, конечно, не поймем. Да, к сожалению, да. Так, дальше. Интересный вопрос нам задает. Не сложилось ли у уважаемых лекторов мнение, что тотальное назначение витамина D3 увеличило появление камней в желчном пузыре? Я не знаю. На самом деле, на самом деле, я даже где-то натыкался на работу, что гиповитаминоз D как раз способствует камнеобразованию. Вот. Поскольку, в общем-то, выделение кальция, оно никак не участвует в камнеобразовании, ну, честно говоря, я так, ну, скажу скромно, вдавался в вопросы патогенеза желчнокаменной болезни. Я как раз видел обратное. То есть витамин D нужен, он не вредит? Ну, если его пить, не устраивать его передозировку, то он не вредит, да. Так, дальше. Какие показания к плану профилактическому удалению желчного пузыря по современным показаниям? Тут вопрос, что вы называете профилактикой? Если у пациента с желчнокаменной болезнью профилактика осложнений, то это мы с вами обсудили. Это симптоматическая форма желчнокаменной болезни. То есть это пузырь, заполненный камнями, то есть пузырь с камнем, допустим, и одновременно симптомы у пациента. Если такая ситуация есть, тогда мы удаляем желчный пузырь. Если симптомов нет, то мы не удаляем желчный пузырь. Да, то мы такого пациента наблюдаем. Все равно его отпускать на волю нельзя, надо наблюдать. Так, дальше. При приеме комбинированных оральных контрацептивов, которые ассоциируются с образованием конкрементов, нужна ли урсодезоксихолия кислоты, по какой схеме ее принимать, если нужна? Ну вот я читала в рекомендациях, что нет, что не проводится терапия профилактическая урсодезоксихолия кислоты при приеме оральных контрацептивов. Знаете, я сталкивался в литературе, есть ряд ситуаций, когда камни возникают транзиторно. Вот, я не знаю, может, при приеме комбинированных оральных контрацептивов. Это как транзиторно? Ну, это описано у детей, например, при приеме цифалоспоринов. А потом куда они деваются? Они исчезают. Сами растворяются? Не, ну, и у взрослых тоже такие редкие ситуации бывают. У меня, я помню, была пациентка, которая поступила ко мне с острым аппендицитом, и мы так, просто изучая УЗИ после операции, обнаружили у нее камни в жалочном пузыре. Я спросил, а есть какие-то боли в правом подреберье? Она говорит, ну, бывают. Хорошо, ну, давайте вы там в отпуск съездите, и мы вас прооперируем. Она приезжает из отпуска, делает УЗИ в поликлинике. Камни нет. Ей пишут сладж. Я говорю, нет, не может такое быть. Там, наверное, в поликлинике плохо посмотрели. Давайте у нас пересмотрите. Она там, ну, так получилось, через две недели еще пришла к нам. У нее нет камней в жалочном пузыре. Ну, конечно, это исключение из правил, да. Доказательная медицина не оперирует абсолютными понятиями, да. Слово «никогда и всегда» в медицине неприменимо, да. Клиническая эпидемиология, вероятность. Но для большинства пациентов, конечно, не показано профилактический прием урсодезоксихолевой кислоты. Так, что дальше? Часто вопрос, это скорее не вопрос, я так понимаю, а комментарий, что вопрос так называемого перегиба желчного пузыря решает изменением положения тела при выполнении УЗИ. Кстати, пациенты часто отмечают, у которых уже есть жалобы, что, вы знаете, я вот на правый бок ложусь, и боли проходят. То есть лечение приступа положением тела. Ну, это логично, наверное. Ну, на самом деле, вот я с точки зрения гастроэнтеролога, есть у нас такое мнение, такое коллегиальное, что форма желчного пузыря – это примерно как форма носа. Что у кого-то нос может быть картошкой, у кого-то может быть с горбинкой, у кого-то тоненький, узенький. И что глобально, если это здоровый все-таки нос, это никак не влияет на то, как вы дышите. То же самое, желчный пузырь – это все-таки, это не какая-то костная структура, это мешочек, это мышца, да, которая, ну вот форма желчного пузыря, которую видит УЗИ, она совершенно никакого отношения не имеет к тому, как пузырь сокращается и как он работает. Это не влияет ни на симптоматику, ни на развитие камней, ни на что. Не надо переживать по поводу формы вашего желчного пузыря, бояться и так далее. Ну то есть вот это, и если вы возьмете, вот реально откроете клинические рекомендации, любую литературу по проблемам желчекаменной болезни, там ни слова нигде не сказано о том, что форма желчного пузыря – это какой-то критерий для установления диагноза, или на что надо обращать внимание. Поэтому, ну, забыли о форме и не вспоминаем. Так, все или еще у нас какой-то вопрос? Для нас, для хирурга, все желчные пузыри одинаковые. А вот вы, кстати, когда оперируете, он у вас выглядит как переизогнутый мешочек, или это все-таки мешочек? Слушайте, но мы же его растягиваем. Ну то есть это просто мешочек? Мы его расправляем. И, как правило, он у всех пациентов более-менее выглядит одинаково. У кого-то длиннее, у кого-то короче. Вот. Бывает немножко по-разному, соотносится к холедоху, да, но в целом я никогда не видел прям какого-то перегиба, честно вам скажу. В общем, нет этого перегиба, изгиба, загиба. Забудьте об этом. Спасибо большое, уважаемые коллеги, зрители, за внимание, за ваши вопросы, за ваш интерес. Ну все, мы прощаемся с вами. Будьте здоровы и до новых встреч. Спасибо большое вам. Спасибо большое. И направляйте пациентов к хирургу вовремя. Спасибо. До свидания.